Хэллоуин Непривычный для нас, но увлекательный праздник, уходящий корнями в глубокую древность. По поверью, это единственная ночь в году, когда врата в потусторонний мир открываются, и все разнообразные сверхъестественные существа выходят прогуляться по нашему миру. Одни рассматривают этот праздник как разгул нечистой силы, спрятаться от которой помогают все связанные с Хэллоуином традиции. Для других же это игра, главное правило которой – перехитрить всех злых духов. Именно так и описывает этот праздник в своей книге «Ночь в тоскливом октябре» писатель-фантаст Роджер Желязный. Роман – это своеобразный маленький дневник стражевого пса по кличке Нюх, который вместе со своим хозяином Джеком участвует в особой игре на Хэллоуин. Правила таковы. В ночь Хэллоуина, если она совпадает с полнолунием, определенные игроки собираются в месте, где должны открыться врата в потусторонний мир. Каждый из игроков за месяц до Хэллоуина собирает определенные ингредиенты и усердно готовится, а у каждого игрока есть свой компаньон-животное. И как игроки, так и компаньоны делятся на открывающих и закрывающих. Одни, соответственно, пытаются сохранить мир таким, какой он есть, другие пытаются выпустить наружу древних богов и все изменить. Даже несмотря на то, какую сторону выбирают игроки, это не мешает их дружбе и порой даже взаимопомощи. Для игр в романе собрались весьма колоритные персонажи. Помимо Джека и его питомца Нюха, в играх участвует ведьма Джилл из считалочки Джек и Джилл, некий вампир Граф, Вервольф Ларри, друид Оуэн, русский монах Ростов. И у каждого, естественно, есть свой питомец-компаньон, с которым можно разговаривать, но только во время с полуночи до часа ночи. И когда один из игроков до игр начинает убивать других участников, как раз компаньонам, питомцам придется взяться за расследование, пока их хозяева заняты подготовкой к играм. Ночь в тоскливом октябре И есть даже отсылки к реально существовавшим писателям жанра литературы урзов, таких как Говард Филлипс Лавкрафт, чьи мифы о древних богах и легендарных городах цитируются едва ли не напрямую. Однако эта книга не просто набор шарадок, где читатель угадывает, что за герой под маской. Наблюдая за ходом подготовки к игре, исход которой означал бы не только гибель проигравшей стороны, но, возможно, и разрушение целого мира, замечаешь, насколько безразлична опытным игрокам сама победа. Это, по сути, состязание сил, развлечение для существ, которым и так нет места в этом мире. И в итоге в борьбу за существование человечества оказывается вовлечено на редкость скромное количество самих людей. И внезапно хорошими героями оказываются как раз те, кого по литературе и кино мы привыкли считать злодеями. Выясняется, что врата в потусторонний мир охраняют как раз-таки сверхъестественные существа. А хорошие они или нет, в сущности, неважно ни нашему, ни иному миру. Парадоксально, но человечность в книге проявляют как раз-таки питомцы-компаньоны, которые любят своих хозяев независимо от их взглядов на игру, на этот мир и независимо от их поступков, которые создают союзы между своими и борются не со злом, а со вполне обыденной человеческой несправедливостью. Ты мне симпатичен, Баска. И ты. И ты мне, мистер Вискерс. Но пришло время каждому пойти своей дорогой. Прощай, друг. Прощай, мистер Вискерс. МИРИЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ